Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио, Алексей Орлов. Мы начинаем живой эфир, который будет проходить 1 июня, напоминаю тем, кто ещё на календарике не посмотрел, 2017 года четверг по одному из современных календарей, а по одному из старинных 11 дней месяцев ветров 7525 лета четверик. Эфир у нас будет посвящён теме «Главный секрет всех телесных практик» или «Как понять, что вы на верном пути». Вот такая интересная тема и автор-сказитель Михаил Владимирович Кельменченко. Здравия, Михаил Владимирович! Здравия, Алексей! Можно рассказывать уже, да? Да, я думаю, что надо немножечко рассказать о себе, чем занимаетесь, как эта тема стала актуальной для вас, ну и чтобы наши радиослушатели поняли, на какие темы можно задавать какие вопросы? Вопросы можно задавать практически на любые темы, так как моя основная деятельность — это глава школы, школа боевых искусств, и как глава школы мне приходится отвечать на разные вопросы учеников. Ну, конечно, самые, наверное, актуальные будут вопросы, связанные с практикой йоги, цигун, боевых искусств, преобразования сексуальной энергии. Вот эти вот самые главные темы, на которых, скажем так, я больше всего специалист, а так, конечно, приходится помогать ученикам решать любые жизненные вопросы. Ну, немножко расскажу о себе. И йогой я начал интересоваться, наверное, классе в восьмом или в девятом, когда отец купил мне журнал, подарил мне журнал «Аура», и там были заметки, как сейчас помню, позу кучера для расслабления, какие-то растяжки и сама идея каких-то сверхвозможностей. То есть статья была написана таким образом, что занятия йогой, то есть статья давала понять, что занятия йогой могут дать человеку нечто большее, чем обычная физкультура. До этого времени я уже успел позаниматься греко-римской борьбой, с четвертого по шестой класс два года занимался греко-римской борьбой, и прекратил, потому что тренер перестал тренировать, там у нас произошел такой развал, и тренер приезжал из города в село, и у него времени мало было. В общем, официальные тренировки прекратились, но мы с друзьями что-то делали, спарринговались, перчатки приносили, какие-то видео смотрели с Брюсом Лим. В общем, интерес был каким-то телесным практиком, наверное, где-то вот с четвертого класса такой уже активный. А вообще, помню, наверное, лет в пять отец подарил мне маленькие гантели и сказал, что мужчина должен быть сильный. Ну и, в общем, с этого началось. Отец у меня занимался боксом, штангой, гимнастикой, и он мне показывал, он начал у меня кувырки делать, сальто, первые удары он мне показал, первую защиту перед тем, как отправить меня в школу в первый класс, он мне показал вот эти вот элементарные боксерские техники, и это мне пригодилось, конечно же. Ну и потом в четвертом классе пошел на греко-римскую борьбу. То есть интерес был с детства. Я зачем об этом рассказываю? Ну, наверное, ваши слушатели имеют представление о таких словах, как карма, судьба. И вот я думаю, что вот это вот отражено в моем детстве. В пять лет я сел верхом на лошадь, и меня с нее невозможно было втащить буквально дарми. То есть я уже, будучи подростком, в клуб к девушкам ездил верхом на лошади. Приходил на конюшню, там мне давали лошадь, седлал и ездил кататься. А на конюшне у нас была такая группа активистов, которую я сплотил вокруг себя, когда уже подрост. Мы помогали ухаживать за лошадьми. Да, сначала, когда я ходил туда в пять-шесть лет, меня оттуда коники гоняли, боясь, что лошади меня затопчут, укусят. Но все равно они меня выгонят, я там обойдусь, с другой стороны, наконец-то, залезу и как-то там залазил, катался на лошадях, ладил их. А потом уже просто стал помогать им, и уже они с этим смирились, и им даже это нравилось. То есть я вокруг себя сплотил друзей, мы ходили помогали. То есть что-то вот тяга к лошадям, возможно, из прошлой жизни какая-то была. И придя с армии, я уже в армии, да, в армии, я позанимался, ушел с замполитом. Он меня направил на путь истинный. Ну, может быть, как у многих, молодость была такая не очень хорошая. Курил, пил, ел много мяса, и вот в армии под влиянием замполита я бросил пить, курить и есть мясо. Вот где-то примерно за полгода до дембеля. Пришел с армии, так как это было просто, ну, просто он сказал, что это не надо делать, и я его послушал. Ну, никакой какой-то духовной подоплеки под этим не было. Поэтому, придя домой, я попробовал поесть мясо. Ну, в общем, родственники уговорили там все свое, в деревне Курочка, Гусятино. И как-то я поддался. Поел где-то, наверное, мясо неделю, может быть, две, и просто почувствовал, что реально какая-то энергетическая тяжесть образовалась в душе где-то. И уже второй раз я бросил сознательно. А тем временем, да, по совету замполита я искал школу, школу внутреннюю. Внутреннюю, как он объяснил, это там, где будут изучаться энергетические и духовные моменты. А с замполитом мы уже касались вопроса энергетики, цигун. Мы тушили свечку ударом кулака, элементарные дыхательные упражнения, изучали нижнее дыхание. То есть он мне вот основу заложил, и по его совету я искал внутреннюю школу. Таким образом, я нашел школу Вьетвадау от Хиэндеон. И в базе программы там в обязательном порядке изучался цигун, оздоровительный, боевой и йога. Достаточно маленький объем йоги, элементарные стоячие позы, элементарные перевернутые позы, ну, так база, скажем. Ну, так как школа была боевая, и йога, она как подспорье была там. Около пяти лет я был в этой школе инструктором. Да, через полгода, так как я начал заниматься очень фанатично, в хорошем этом смысле слова, меня заметили. Через полгода я прошел инструкторские курсы, успешно их сдал. Лидерские качества у меня были с детства. Я вокруг себя на конюшне сплачивал, вокруг себя друзей. И вот я через полгода я стал инструктором. Где-то, наверное, года три подряд я с упоением все впитывал в себя, все техники, ездил на все плановые семинары и на неплановые. То есть ездил даже туда, куда, ну, как бы по плану не надо было. Но если у меня были деньги, и семинар какой-то был где-то близко от моего города. Ну, в общем-то, даже и не близко. То есть даже я ездил и в Минск. Но в Минске я какие-то некоторые пропускал семинары. Вот все, которые были в Москве, на Волгоград, тот же там даже Краснодарский край, я ездил регулярно. И, в общем-то, за три года, наверное, я впитал в себя, вобрал всю программу школы, успел пройти ее. И сначала была такая эйфория от техник. Очень уникальные техники. Ну, вот так вот, что можно объяснить по радио, конечно же, по видео было, может быть, проще что-то показать, интересно. Но могу сказать, что я не видел аналогов до сих пор, и до сих пор не вижу тем техникам, которые там изучались. Основное отличие в том, что основная часть техник боевых, основное отличие в том, что удар на вдохе идет. Не на выдохе, как в общепринятых стилях карате, или даже там в боксе советуют выдыхать во время удара, или удар наносить на выдохе. Вот основная масса техник, только там, только самые низшие уровни, не низшие техники, которые приравнят, кстати, к карате, вот только там удары на выдохе. А начиная уже со среднего уровня, там техники ударов идут на вдохе. И вот это имеет, дает такое серьезное преимущество, если, конечно же, хорошо эти техники отрабатывают. И вот через три года, когда я вобрал в себя эти техники, начался такой отлеющий конфликт между мной и старшими инструкторами в плане того, что я хотел, чтобы все эти техники отрабатывались до того уровня, чтобы их можно было применять на практике. Я радовался за проведение соревнований, но это мало кому было нужно, поэтому мне приходилось, скажем так, это пробивать. Где-то годы через полтора, наверное, мне удалось все-таки достучаться, докричаться, и соревнования начали проводить. Правила, конечно же, меня не устраивали, они были очень примитивные. Ну, например, борцовская техника сводилась к тому, чтобы вытолкнуть из круга, никакого партера не было. Ударная техника, было соревнование по ударной технике без партера, опять же, броски, я сейчас уже не помню, либо просто это бросок и остановка была, либо вообще броски, что ли, не защита. Сейчас уже честно не помню, но достаточно очень примитивная была техника, которая меня не устраивала. Не устраивала она потому, что она была далека от реальных уличных драк, во время которых-то, в общем-то, и должны себя применять эти техники, чтобы защитить себя на улице. И меня ругали за мою технику, ругали за то, что она была не очень красивая. А была она не очень красивая, потому что мы со своими учениками достаточно большое количество времени уделяли спаррингов. То есть я нарушал каноны школы, каноны преподавания, и я покупал за свои деньги маты, стелил в спортзала груши, вешал перчатки. И мы делали то, что сейчас называется UFC, ММА, бои без правил. Единственное, у нас на тот момент не было восьмиугольников, то есть мы совмещали партер, так как я борьбой занимался. В детстве я вспомнил то, что я раньше изучал, ходил к тренерам по борьбе, делился опытом там книжки по самбо, по дзюдо покупал. У нас в городе тоже есть самбист, дзюдоист. И, в общем-то, я ходил как ученик, там набирался опыта. И моя техника отличалась от того, что преподавалось. То есть внешне ученики делают даже те же самые формы, комплексы. Ну, кто занимается ушу или карате, поймут меня. То есть комплексы, базовые упражнения. Вот, на вид, ну, как будто бы те же самые связки, но они немножко отличались. Отличались они тем, что мы, ну, скажем так, немножко коряво их делали на взгляд моих коллег-инструкторов. И это приводило, опять же, к конфликту. То есть я говорил, что вот так более правильно, они говорили, что так неправильно. И я, ну, на соревнованиях мои ученики побеждали своей корявой техникой, побеждали учеников других инструкторов, которые делают технику более изящно, более красивой с их точки зрения. И вот после очередного такого, после очередных таких соревнований у нас опять спор произошел. И я сказал так в сердцах. Я говорю, ну, там обратился к старшему тренеру. Говорю, Игорь, ну, если у меня так все плохо, почему же мы побеждаем? Ну, он меня послал, сказал, что если ты такой умный, то я тебя выгоняю из школы и делай то, что ты хочешь. То есть отлучил от церкви, условно так можно сказать. Я, конечно же, огорчился, потому что, ну, душа прикипела к школе, к идее школы, вот. Но потом подумал, решил, что все, что делаю, все делается к лучшему. Руки у меня развязались. Я действительно подумал, ну, действительно, а почему бы не сделать самому? Я, в общем-то, знал, чего я хочу. Я хотел, чтобы техника, которую я изучаю, была проверена в жестких условиях, в условиях жестких соревнований. На тот момент начали проводиться в мире бои без правил, ММА, миксфайт, бои в восьмиугольнике. В России до меня на тот момент официально проводил только Иншаков в Москве, каскадер наш известный. И вот это было, ну, наверное, лет 17-15 назад, наверное, 2000-2002 год, 2000-2003, наверное, я вот в этот период, на протяжении трех лет, начал проводить бои без правил. Мы сделали реальный ринг в восьмиугольник. На тот момент это вообще был нонсенс. То есть это, ну, вообще, люди этого, многие вообще не видели даже на видео. Это сейчас вот интернет очень хорошо развивается. Тогда только от меня люди узнавали, что вот в мире есть такие бои. И отношение было даже отрицательное. Ну, сначала, да, я приглашал на соревнования всех, кто занимается боевыми искусствами. Борск, боксеров, каратистов. То есть кинул клич такой по городу. Город у нас не очень, конечно, большой, около 100 тысяч населения. Но боевое искусство там достаточно хорошо развито. Наши борцы очень в России котируются, то есть в авторитете боксеры наши, в авторитете школах наших борисовских боксеров. Я думаю, если кто-то занимался боксом и слушать радио, наверняка слышит борцов. Также, ну, в общем-то, у нас со спортом, с боевым именно в борисоведске хорошо поставлено. Вот сначала все, многие ринулись, ну, официально меня спортсмены не поддержали, но многие из боксеров, борцов, каратистов ринулись побить ушуистов. Потому что, ну, и до сих пор, и раньше, и до сих пор, я думаю, что многие спортсмены со мной согласятся, ушу, ну, как-то не очень котируются. А так как ветвода, которым я занимался, это все-таки ушу, и вот все ринулись в надежде побить ушуистов в ринге. Но они не учли того, что кроме вьетнамских комплексов мы еще параллельно занимались фактически грэплингом. Ну, мы не знали тогда, что это так будет называться. То есть мы очень хорошо занимались партером. И с помощью определенных фишек вьетнамских, вот, ушуистских, тактика моя была такая, я для учеников такую тактику выбрал и тренировал их. Мы сближались вот с этими ушуистскими ударами интересными, сбивали руки. Мы даже не старались ударить в голову, чтобы нокаутировать, потому что из принципа, если мы достаём до головы, то и, ну, руки примерно так вы, то, соответственно, нас можно достать. И я отдавал себе отчёт в том, что с боксёром боксироваться, ну, шансов мало, так же, как с борцом бороться. Поэтому тактика была сбивание рук. Мы наносили удары по рукам, сбивали руки и проходили в корпус, клинчевали и переходили в партер. Ну и в партере, ну, с борцами в партере, конечно, было тяжеловато, но опять, так как мы в партере всё-таки ещё и били, мы борцов в партере отвлекали своими ударами и потом, опять же, после отвлечения ударов проводили болевые удушающие. Было тяжело нам с рукопашниками, потому что они фактически занимались тем же самым, что и мы. То есть они и удары умели носить, но техника наша была немножко другая, поэтому с рукопашниками где-то 50 на 50 у нас, а с другими школами боевых искусств у нас был перевер. Где-то три года я проводил эти бои, но они дали для меня очень много. Мы в этих боях без правил. Для чего они мне нужны были? Они нужны были мне как полигон, на котором я проверял жизнеспособность тех техник, которые мы изучали. И, пройдя этот полигон, я, проведя техники через этот полигон, я внёс в них некоторые изменения, уменьшив, может быть, грациозность, красоту. Ну, грациозность, я считаю, лживую. То есть есть истинная грациозность, природная, а есть грациозность такая вот, ну, может быть, красота, как роботизированная, то есть вот как делают до сих пор каты в карате, они такие отрывистые, то есть с остановками. А есть грация боксёра, есть грация борца, где нет каких-то резких, чётких движений. Они, может быть, какие-то смазанные где-то в чём-то. И иногда даже кажущиеся неуклюжими в борьбе, например. Но медведь тоже грациозный, если к нему присмотреться. И вот я вернул, как я считаю, вот ту жизнь, внёс жизнь, пройдя через жёсткие условия боевых искусств, именно восьмиугольника. Я считаю, что моё ветвода, он ожило. И почему я перестал проводить эти бои без правил? Мои любимые техники, это техника тигра в первую очередь, удары открыты ладонью, техника змеи, техника медведя. И на тот момент я не знал про шлема для кудо, может быть, они и были, но опять интернета у меня не было. Я вообще с интернетом познакомился, может быть, вот так вплотную, может быть, лет пять назад, потому что, ну, я жил до этого в Борисоглевске, тут сейчас я переехал в Воронеже, живу в Борисоглевске, в маленьком городе, мне реклама была не нужна, меня там знали все, благодаря тем же боям без правил, благодаря моим там геройским подвигам в уличных драках, но об этом может быть там отдельный разговор, и реклама мне была не нужна. И вот только уже попав, скажем так, в большой город, я стал перед фактом, что мне надо заниматься рекламой, надо создавать группы ВКонтакте. Я сначала это поручал, делегировал своим ученикам, но все-таки потом пришлось все-таки самому вникать и все это делать. И по поводу вот этих шлемов для кудо, то есть сейчас информация передается хорошо, тогда на тот момент я не знал, и когда в определенный момент у меня сложилась ситуация боевая, я почувствовал, что у меня возникло желание сжать кулаки, а для меня, ну, удары кулаками это более низкий уровень, нежели удары тигриной лапой. А почему кулаки у меня непроизвольно сжались? Ну, потому что я готовил ребят к восьмиугольнику, а там надо было применять удары кулаками, пусть даже ушуистки, но тем не менее кулаками, потому что не было шлемов и удары открытой ладонью с ростопыренными пальцами могли травмировать противника. Поэтому приходилось долгое время работать кулаками и, соответственно, в бою проявляется то, что человек делает большую часть времени. И я решил, что надо завязывать с боями без правил, чтобы не потерять способность работать в технике тигра. Сейчас я собираюсь вернуться к проведению боев без правил в восьмиугольнике, но со шлемами для кудо. Это, если кто не знает, пластиковое забрало, полностью закрывающее лицо. Вот по нему можно бить техникой, наносить удары техникой тигра, открытой ладонью, глаза останутся целые. И планирую также сделать жесткие раковины на пах, способные держать удар в пах, чтобы засчитывались удары и в пах, и удары по глазам, чтобы можно было применять те техники, которые мы отрабатываем для самообороны. Чтобы уменьшить разницу между техниками в ринге и уличным боем. Минимализировать эту разницу. Она, конечно, эта разница всегда будет присутствовать, но чтобы ее уменьшить. Например, там укусы нельзя будет, за волосы нельзя будет хватать. Но все равно, чтобы чем меньше эта разница, тем проще спортсмену будет себя защитить на улице. И теперь, значит, что хочу сказать о правильной осанке, о теме нашей разговора. Вот такая долгая прелюдия была. Дело в том, что, занимаясь йогой, все это время, когда я проводил байб без правил, я продолжал заниматься йогой и цигун оздоровительным. И в йоге приходилось выпрямлять спину. В общем-то, я ее и так выпрямлял, потому что слушал учителей в школе, которые говорили, сядь ровно, не сутулься, держи спину прямо. Все медики так говорят, массажисты, все книги о йоге, в общем-то, говорят о том, что спину надо выпрямлять, вытягивать позвоночник. И все видео, которые я видел по йоге, они все, в общем-то, сводились к тому, что все стоячие позы делались с прямой спиной. Я заметил, что у меня начинает спина побаливать. То есть я не понимал, почему. То есть я вроде бы и вегетарианец, и не пью, и не курю, и йогой занимаюсь. И у меня что-то вот грудной отдел побаливает. И все становилось, скажем так, хуже и хуже. И мне попалась в руки книга мастера Монтек Чеа, подарили мне ее ученики. И там разбиралась правильно осанка в позе обхватывания дерева. На тот момент, получается, что я уже 17 лет преподавал йогу, цигун, боевые искусства. И вот в этой книге описывалось, как нужно правильно вытягивать позвоночник с опущенной грудью, с естественными изгибами. Но если, опять же, тяжело по радио об этом говорить, то проще, конечно, показать, но я постараюсь. Основное отличие заключалось в том, что тянуть себя за макушку нужно так, чтобы грудь ни в коем случае не поднималась. То есть, чтобы спина была слегка округлая. Это кардинально отличается от всего того, что я слышал на протяжении, ну даже более 17 лет о йоге. То есть, получается, что те книги, которые я читал там в 8-9 классе, они тоже говорили о том, что спину надо выпрямлять в стоячих позах, таких как тадасана поза горы, если кто-то знает, может быть, если слушает, кто-то йогу изучал, треугольник. Опять же, славянские практики, по-моему, Белояр, ну, в общем, все славянские практики оздоровительные, которые я вижу тоже в Ютубе, я уже сейчас название не помню, фактически они, да и как и боевые славянские практики, много критики тоже можно увидеть в Ютубе, критикуют за то, что якобы копируют, но я сейчас не буду утверждать, копируют, не копируют, но утверждать могу лишь то, что очень похоже на технике Айкидо, на технике Винчунь, пусть даже они, вот эти создатели систем, пусть не копируют, пусть действительно похожи, потому что, ну, что человек, две руки, две ноги и сустав, там, если болевой мы на руку проводим, он в каких-то определенных положениях и эти положения все знают. Ну и, соответственно, оздоровительные практики, то я вижу то, что славянские и индийские, и китайские практически все делают с прямой спиной, а эта прямая спина опасна тем, что мышцы грудного отдела между лопаток находятся в большом напряжении, и если человек серьезно занимается йогой и славянскими какими-то практиками, в которых за основу взята вот эта прямая спина, да что там йоги и славянские практики, ко мне уже много приходило девушки с танцем, то есть девочки, да и мальчики, занимающиеся танцами, их там тоже заставляют выпрямлять спину, балетом занимающиеся, у них у всех разбитый позвоночник, больная спина, потому что если они занимаются этим профессионально, регулярно, это приводит к спазмированию мышц грудного отдела между лопаток, застой там крови, лимфы и как следствие откладывания шлаков, каких-то солей, остеохондроз развивается и все такое прочее. И вот когда я начал практиковать йогу, цигун и соответственно боевое искусство с округленной спиной, но с боевыми искусствами тут попроще, когда вы занимаетесь боевыми искусствами, реальными, реальными боевыми искусствами, я называю те боевые искусства, в которых спарринги проходят, хорошие, а еще лучше соревнования в полную силу, в полную скорость, сопротивляющиеся, сопротивляющиеся, ну то есть соревнования, там приходится от безвыходности держать спину округленной, то есть если вы вздумаете выйти на соревнования по боям без правил, именно по боям без правил, ну или по хорошим каким-то боям, там тот же рукопашка, там К1, М1, с прямой спиной, с гордо поднятой головой, то вам голову снесут сразу же. И вот практика показала, что даже те каратисты, которые заявляют себя как каратисты, позиционируют, выходят в кимоно на бои без правил, ну раньше, во всяком случае, сейчас уже выходят в трусах, а раньше, позиционировали, каждый выходил в своей школьной одежде, там кто в кимоно, кто там в борцовском трико выходил. Так вот, те, кто позиционирует себя как каратисты, им от безвыходности приходилось округлять спину, то есть они ни в коем случае не держали ровно спину, как они держали ее у себя во время выполнения ката, иначе им голову снесли сразу. И вот, да, они могли только с такой спиной соревноваться с таким же каратистом, как и они, либо там вот, я смотрю сейчас до сих пор, винчуисты между собой спаррингуют гордо подняв голову, задрав подбородок. Когда такой же перед тобой человек стоит, ну еще можно какое-то время продержаться. Но если бы они выходили с такой осанкой на восьмиугольник, то там исход был бы очень быстрый сразу же. И вот правильная спина, эта спина для меня, во всяком случае сейчас, и я всех так учу, это с естественными изгибами. И в первую очередь с изгибов в грудном отделе позвоночника. Вот этим отличается моя йога, мой цигун, который я преподаю от общеизвестных. То есть это будет сразу, моего ученика сразу будет заметно, что у него спина в грудном отделе слегка округлена. Чтобы было понятно, что для меня эталон правильной осанки. Для меня эталон правильной осанки это в первую очередь спина пловца. Просто посмотрите фотографии пловцов. Ну, пловцов я оставлю на первое место. Потом, ну или может быть где-то, ну параллельно могу провести между пловцом и гимнастом. Гимнаст, который занимается на брусьях, кольцах, коне. Турник, вот на этих гимнастических снарядах. Почему у пловцов, у гимнастов хорошая осанка? И что интересно, их специально осанки никто не учит. От безвыходности. Что я понимаю под безвыходностью? В общем, человеку ставится задача удержать равновесие на коне, на брусьях, на кольцах, на турнике, во время прыжков. И человек думает о равновесии. И, соответственно, он все усилия направляет на формирование такого положения тела, такой структуры тела, чтобы в любой момент находиться в самом усочном положении, чтобы спрыгнуть с большой высоты, не сломать позвоночник, а самортизировать им. Позвоночник нужно держать, соблюдая естественные изгибы. И уже выпрямится там после прыжка кратковременно. Допускается кратковременно подъем груди, но на всем протяжении времени, пока человек делает какие-то упражнения, он всегда находится с округленной спиной. Ну, опять же, может быть, там какие-то мостик он делает, там кратковременный прогиб допускается. Хорошая спина также у лыжников, потому что лыжники опираются на руки так же, как, ну, условно, да, ходят руками, так же, как пловцы ходят, то есть они грибут руками, то есть они перемещаются с помощью рук. А когда я начал этот вопрос очень сильно так изучать по поводу оцанки, у меня, естественно, как и у всех нормальных, ну, в нормальных кавычках людей, сколиоз со школьной скамей, так как мы писали в школе долгое время, ну, и вообще работаем правой рукой, формируется сколиоз. Вот, что интересно, сколиоз хорошо формируется, когда вы поднимаете грудь, то есть занимаетесь той йогой, которой нас учат повсеместно. И если вы выполняете советы врачей и учителей, то держите спину ровно, спина начинает гулять в области 11-12 грудного позвонка и сразу уходит в какую-то сторону, влево или вправо. Если вы держите спину слегка округлой в грудном отделе, ну, так, с такой легкой сутулостью, со спортивной такой сутулости, но это на самом деле не сутулость, это на самом деле и есть правильная санта. Вот если вы держите спину округлой, то позвоночник влево-вправо уходит меньше. И когда я начал вообще вплотную изучать этот вопрос, я выяснил, что на земле сколиоз есть у человека и у курицы. Ну, это точно, но может быть еще у каких-то двуногих. Вот у тех птиц, которые летают, то есть, ну, условно, ходят крыльями, да, они опираются. Когда птица летит, она как будто бы идет крыльями, ну, вес тела на крыльях у нее перемещается. Вот у птиц, которые летают, у них сколиоза нет. А есть только у курицы, потому что она на двух ногах перемещается. И когда я учился в институте после армии, ну, к слову сказать, я педагог третьим поколением. Когда я учился в институте после армии на дошкольном факультете, нам объясняли, и специализация по физкультуре у меня была, нам объясняли, что профилактикой сколиоза у детей является хождение на четвереньках. То есть, чтобы не было сколиоза, ну, и вообще нарушение осанки, нужно чаще заставлять детей ходить на четвереньках. А четвереньки – это партер. Ну, партер – это в борьбе такое понятие, то есть, когда на полу борются. И вот, опять же, осанка борцов и боксеров, на мой взгляд, она лучше, чем осанка йогов. У борцов и у боксеров формируется вот такая легкая округлость, потому что им приходится спиной амортизировать, принимать удары, наносить удары. То есть осанка должна быть хорошая в плане приложения. Осанка должна давать возможность быть максимально эффективным физически, то есть быть сильным. И забегая вперед, сейчас еще немножко, ну, или, может быть, уже, в общем-то, подошло время сказать о том, как понять, что вы на правильном пути. Ну, если коротко, то любая практика должна прямо здесь и сейчас, то есть, что это значит здесь и сейчас, это значит, что вы должны минимальное время позанимавшись какой-то практикой, будь это пранаяма или стоячие позы, неважно, любые позы из йоги, цигун, славянских практик, вы должны тут же понимать, как вы эту практику примените в каких-то экстремальных условиях. Экстремальные условия – это уже любые занятия спортом. Ну, например, мои ученики с удовольствием и с легкостью применяют ту осанку, которую я учу во время игры в волейбол, теннис, настольный большой теннис. В любых спортивных состязаниях мои ученики принимают ту осанку и тот тип дыхания, который мы учим сейчас в комплексах йоги и цигун. И принципы той правильной осанки, которую я им даю, они помогают им лучше бегать, лучше кидать мяч в баскетболе, в волейболе, лучше наносить, соответственно, удары, ну, так как мы еще занимаемся боевыми искусствами, это в первую очередь, мы проверяем, то есть я учу так, мы делаем какую-то позу из йоги, и сразу же после выполнения этой позы мои ученики начинают наносить удары по груши, метать ножи, стрелять из лука, стрелять из духовой трубки, в общем, делать все, бороться, там, бросок какой-нибудь отрабатывать удары, если это, если поза из йоги или комплекс, ну, поза, в которой мы принцип прорабатывали, улучшает показатели в борьбе, стрельбе, метании и т.д. и т.п., в занятии сексом, то есть если вы, позанимавшись йогой дома, пытаетесь применить эти принципы, например, там, той же пранаями в занятии сексом со своей любимой, и это вам помогает, то значит вы принципы понимаете, пусть может быть не до конца правильно, потому что все-таки, ну, постижение требует определенного времени, но это говорит, дает вам возможность думать, что вы на правильном пути. если не помогает, ну, например, на примере боевых искусств, вы сделали позу из йоги и начинаете, пытаясь, сохранив ту осанку, которую вы вырабатывали в йоге, наносить удар или бросок, или стрелять из лука, а у вас точность хуже, или удар слабее, ну, или не повышается, то значит, ну, одно из двух, либо вы неправильно поняли ту позу, либо у вас там изначально ошибка в самом принципе, то есть в том, как вам ее объяснили, показали, и надо что-то делать, ну, пытаться исследовать, проводить работу над ошибками. Вот еще раз, основная мысль, если вы занимаетесь какими-то физическими практиками и особенно духовными практиками на основе физических, то нужно себя погружать в экстрим, пусть даже бег, допустим, это минимальный такой экстрим, то есть после выполнения йоги попробуйте пробежаться, замерьте свои показатели на скорость, на выносливость, на длину, там, на расстояние, и ваши показатели должны улучшаться, вам хотя бы, ну, легче должно показаться. Ну, конечно, показаться может и не объективно, то есть это эффект классовый может быть, вам может реально показаться, а хорошо, когда у вас есть какие-то реально измеримые достижения, например, подтягивания на турнике, подъем тяжести каких-то, отжимания, количество раз отжиманий, то есть если вы используете те принципы, которые вы изучаете, и ваши результаты растут, пусть хотя бы на чуть-чуть. Ну, например, вот я одному парню, проводя презентацию в Москве, после той осанки, которую я объясняю, он, конечно, не профессиональный, там, пауэрлифтер или бодибилдер, ну, те, кто работает с тяжестями, он просто там качается для себя, его результат вырос практически на 20%, то есть он поднимал в приседе 100 килограмм, его рабочий вес был, и потом он накинул себе 10 килограмм, и говорит, легко, я могу еще, то есть он сказал, что у него нету того ощущения тяжести, которое у него было с той осанкой, которую он делал до этого. И когда он еще 20 килограмм повесил на штангу, то есть получилось 120, он сказал, вот теперь, используя мою осанку, он достиг того сопротивления организма, то есть теперь ему стало так же тяжело, как было без моей осанки при весе 100 килограмм. То есть вот у него результат вырос аж на 20%, но это очень хороший результат. Я считаю, что если даже процентов на 5 результат растет в каких-то показателях после применения каких-то принципов секретных, то есть опять же я вернусь к тому, что идея, которая меня привлекла йога и которой меня привлекли восточные боевые искусства, это идея повышения возможностей, идея сверх возможностей, идея того, что вы получите, и занимаясь эзотерическими какими-то практиками больше, чем получит спортсмен. Но правда жизни такова, что обычные, ну в кавычках, обычные спортсмены, борцы-боксеры, ММАшники, кикбоксеры бьют достаточно как бы легко людей, которые занимаются какими-то эзотерическими, секретными техниками ниндзя, славянскими техниками, ушуистскими различными техниками. Вот правда жизни такова, что в уличной драке зачастую люди, казалось бы, имеющие какие-то сверхсекретные техники, терпят поражение от обычных, опять же в кавычках, спортсменов. Хотя обычных в кавычках, почему? Потому что спортсмены, плюс спортсмены в том, что они пашут, но мало того, что они пашут, они имеют техники проверенные и регулярно проверяемые в жестких условиях соревнований. В то время как в эзотерических каких-то боевых искусствах соревнования либо далеки от реальности, там какие-то очень большие ограничения на применение техник наложенной, либо они вот там в своем кругу, ну и опять же да, с ограничениями, либо пашут они в полную. А чтобы пахать в полную, нужно быть уверенным в практиках. Вот это такой некий крик души по поводу эзотерических практик. Но сейчас у меня с этим, в общем-то, все нормально. То есть я, во-первых, давным-давно еще обкатал в восьмиугольники свои эзотерические практики и продолжаю до сих пор их совершенствовать со своими учениками. Ну и хочу проводить бои без правил. Сложность в чем? Сложность в том, что нужно шлема для Кудо доработать. Туда надо как-то встроить датчики, чтобы эти датчики показывали, попал человек пальцем в глаз или не попал. Дело в том, что обычный удар кулаком его судья видит, потому как голова дергает. То есть если попали хорошо, и оценивать тот удар, от которого голова дернулась. А удар пальцами, он сам по себе расслаблен, рукой наносится, и голова от такого хлестка удара не дергает. И большая вероятность судейской погрешности, если нету датчиков. И вот сейчас это единственное то, что нас останавливает. А это вопрос финансовый. Я даже сейчас не знаю, сколько стоит, потому что пока еще не нашел каких-то технорей, которые бы этот вопрос решили. То есть у меня есть несколько задумок, как это можно сделать. Но пока они еще в стадии разработок находятся. Нету конечного решения, какими эти датчики должны быть. Потому что они должны оставлять хороший обзор и хорошо, объективно реагировать на то, попали пальцем в глаз или не попали. Они не должны реагировать на удар кулаком, они должны реагировать на удар пальцем. С датчиком на раковину в пах там попроще. Там просто кнопка, пластина, кнопка и передающие устройства. С передающими устройствами проблем нет, но вот с датчиками на глаза. Вот это единственный останавливающий фактор. Хочу эти соревнования по двум причинам провести. Во-первых, для того, чтобы продолжать шлифовать технику, которую мы шлифуем со своими учениками. Ее интересно шлифовать будет тогда, когда будут приходить представители других школ. Потому что, опять же, когда со своими, техника деградирует. Потому что мы знаем, как мы друг друга атакуем. А вот когда приходит с другой техникой, да, конечно, можно ходить в гости, приглашать дружеские, товарищеские встречи. Но когда соревнования такие реальные, с призами, там все выкладываются на полную, эти соревнования являются реальным, движущим фактором и шлифовкой техники. Ну, первое, шлифовать технику. И второе, что показать миру, что техника ушу, эзотерическая техника, она достаточно мощная. Потому что на сегодняшний день, если вы поговорите со спортсменами, ну, пренеближительно относятся в основном. И я скажу, что по праву. Вот я хочу сделать такой переворот в мире спорта, спорта, чтобы было такое заслуженное уважение к эзотерическим техникам, чтобы они, наконец, себя проявили. Многие, кто изучает, соответственно, преподает эзотерические техники, не ходят на бои без правил, потому что говорят, что слишком много ограничений. Ну, в первую очередь, ограничений на применение тычков в глаза, ударов открытой ладони. Потому что во всех школах самообороны, во всех эзотерических практиках, в разных пропорциях присутствуют удары открытой ладони. И вот это первое, на что ссылаются. То есть нам говорят, что нам запрещают бить пальцем в глаза, мы бы там всех поубивали, но нам нельзя. И вот нам нельзя бить в пах. Опять же, мы бы всех спортсменов поубивали, но нам нельзя бить в пах. И вот шлема для КУДО и жесткой раковины на пах, я думаю, вот хотя бы эти отговорки уберутся. Уберут эти отговорки использования вот этого снаряжения. И кто действительно хотел бы проверить свои техники, они выйдут. Те, кто, опять же, побоятся просто выходить, чтобы не быть разоблаченными, ну, те найдут другие отговорки. Так, ну и сейчас еще раз напомню опять про то, как же заниматься, чтобы понимать, что вы находитесь на верном пути. Вот та осанка, которую я советую, вот когда я провожу презентации на фестивалях различных или на каких-то бесплатных мастер-классах, мне приходится преодолевать вот этот стереотип правильной осанки, стереотип нам этот вбивали со школьной скамьи. Сядь ровно, выпрями спину. Девочки с больной спиной, которые ко мне приходили, занимавшиеся танцами, они со слезами на глазах говорили, ну, как же так, когда я им объяснял, что спину надо округлять, естественно, округлость должна быть в грудном отделе, это очень тонкая грань между сутулостью. То есть да, есть сутулость, сутулость вредна, но правильная осанка – это золотая середина между сутулостью и вот этой спиной проглотившего лом человека. Вот золотая середина, она между прямой спиной и сутулостью. И вот девочки, которые занимались танцами, они со слезами на глазах говорили, рассказывали, ну, как же так? То есть они действительно когда понимали, что вот то, что я им говорю, они говорят, нам же вот столько лет говорили, выпрями спину, били вот этими, ну, легкими гимнастическими пластмассовыми палками, ну, не для того, чтобы больно было, а вот по спине, бум, так, чтобы напомнить, так, тренер нам бьет по спине, женщины говорят, поднимите сиськи с пола, вот такие вот слова использовали. Говорят, ну, как же так, нам вот настолько лет учили поднимать грудь там и держать спину ровно. Я говорю, ну, вот, правда жизни. Меня тоже, я сам, я сам 17 лет точно так же учил, ну, не бил там по спине палкой, но говорил, что надо держать спину ровно. Сам держал спину ровно и заработал боли себе в грудном отделе. Сколиоз усилил. Вот сколиоз усиливается, когда вы выпрямляете спину. Когда вы держите спину округлой, он тормозит, его развитие тормозится, потому что, естественно, округлость, она не дает спине гулять из стороны в сторону. И вот первое, что я рекомендую. Вы можете поэкспериментировать, посмотреть, вот, ну, вот из-за того, что радио, я вам не могу показать, как держать спину, но посмотрите, наберите в интернете фотопловцов, фотогимнастов, лыжников, борцов, боксеров, какие еще виды спорта я могу посоветовать, так, гимнасту говорил, ну, легкоатлеты. Посмотрите на то, как они держат спины. И попробуйте сделать, ну, опять, если вы занимаетесь йогой и какими-то, может быть, славянскими практиками, сделайте спину так, как вы ее делали раньше, и сделайте так, как вы ее держите, ну, как вот, как держат ее спортсмены. И попробуйте подышать. Подсказку. Начните дышать в спину, в область почек. Что значит дышать в область почек и в область лопаток? На вдохе расширьте эту область. Сделайте свою спину, как спина пловца, атлета. Почему у пловцов очень хорошая дыхалка? Да потому что легкие, ну, потому что они держат спину, вот такую округлой. А у нас легкие, откройте, наберите в интернете фото, лёгкие, ну, фото строения человека, посмотрите на строение легких сбоку, и вы увидите, что лёгкие на спине по площади места занимают больше, чем спереди. Особенно внизу, возле почек. Если вы держите спину ровно, прямо, вертикально, вы перекрываете, ну, примерно где-то, по моим ощущениям, примерно процентов 10, а то и 15, вы не довдыхаете с прямой спиной. А помните, я говорил про безвыходность спортсменов, то есть когда у них ставится задача быстрее, выше, сильнее, или там удержаться на брусьях, кольцах, турнике, им не до ложной красоты, им до того, как быть эффективным, результативным, и они от безвыходности интуитивно начинают округлять спину. То есть их жизнь заставляет выработать вот эту правильную осанку. И только с этой правильной осанкой они могут показывать свои хорошие результаты, которыми не могут похвастаться те же йоги. И вот поэкспериментируйте, попросите своего товарища, чтобы он вас слегка толкнул в плечо, когда вы будете держать спину высоко подняв грудь и дыша в грудь, и тогда, когда вы опустите грудь и подышите, сначала вдохнёте в область почек, потом в область лопаток, разделите вдох на 4 части. Один вдох, это сначала плавно вдохните в почки, потом в лопатки, подав плечи вперёд, опустив грудь, только после этого чуть-чуть приподнимите грудь, вдохните в грудь и после этого наполните живот. То есть такой круг снизу вверх, сзади, и потом, то есть почки, лопатки, грудь, живот. Вот так по кругу вдохните и выдох плавно опустите грудь, выдохните. Причём выдыхать нужно так, чтобы 30% воздуха оставалось. Обычно это воздух в животе и в почках. То есть внизу лёгких воздух должен оставаться. Если вы выдыхаете больше 30%, у вас будет одышка. То есть, ну если вы, например, побежали, и вы устали и начали выдыхать больше. От усталости, когда мышцы лёгких устают, межрёберные мышцы, диафрагма, когда устает, она начинает терять запас воздуха в лёгких. То есть диафрагма начинает, она начинает подниматься и начинает теряться запас воздуха в лёгких. Если у вас резерв воздуха в лёгких падает меньше 30%, у вас начинает одышка. Вы начинаете тяжело дышать, если вы спаррингуете, у вас начинает, ну дыхание, ну как бы плывёт там всё. И если вы бежите, вы начинаете учащённо дышать. Ну, это я, конечно, уже, может быть, забежал куда-то далеко. Так вот, да, и попробуйте бег на месте выполнить, например. Если вы бежите с прямой ровной спиной, у вас вообще может образоваться компрессионный перелом. То есть позвоночник, он реально как лом проглотишь. То есть такие будут удары при каждом ударе приземления на землю, вы будете чувствовать некий удар в позвоночнике, отдача такая жесткая будет. Если вы держите слегка округлив спину и дышите со спины, вдох у вас рождается, то вы будете чувствовать, как позвоночник пружинит. Вот это те параметры, по которым вы можете прямо здесь и сейчас понять, что я прав. И если вы будете практиковать вот такую йогу с той осанкой, которую я советую, ну, конечно же, да, по радио. У меня вообще первый раз я рассказываю об осанке по радио. Обычно это хотя бы как-то по видео происходит. То есть у меня есть обратная связь, я вижу, как люди делают. Ну или хотя бы меня видят в моих видеороликах, люди видят, как я делаю. А тут прям для меня это такой интересный опыт, такая интересная практика. Я буду очень рад, если вы сейчас, когда настанет время задавать вопросы, если вы сейчас прямо попробуете те советы по поводу правильной осанки. Я буду очень рад, если кто-то скажет, что бегать с той спиной, которую я посоветовал, реально лучше и дышать лучше, заполняя легкие в спине. И если кто-то слушает радио в кругу друзей, и есть возможность попросить, чтобы вас постучали, например, в плечо, и вы почувствовали большую устойчивость, то есть для меня это будет очень такое достижение, первое мое достижение, что я смог по радио объяснить осанку. Обычно это как-то через видео происходило. Я себе мысленно поставлю галочку, что я смог взять такой некий очередной рубеж учителя, что смог научить кого-то даже по радио. Ну, наверное, сейчас пришло время практики. То есть попробуйте, да, попрактиковаться. Да, еще забыл сказать, что встать нужно таким образом, чтобы упереться основанием большим пальца и пальцем, ну, ногой, и слегка повернуть колени наружу и внутри наружу, чтобы натянулись боковые сухожилия ног и бедер и голени. При этом, если вы правильно повернете чуть-чуть слегка колени, у вас поднимется прогиб ступни. Если у кого-то есть плоскостопие, оно начнет исчезать, то есть поднимется подъем. А у кого он нормальный, он еще усилится. Нужно стоять, ходить с легким натяжением боковых сухожилий ног, при этом ступня выполняет свою роль рессоры. И даже если вот у меня у учеников, у кого уже плоскостопие есть, особенно если в легкой форме, оно прямо начинает очень быстро исправляться, если мы правильную осанку держим. Дело в том, что мышцы позвоночника очень тесно связаны с мышцами ступни, и поднятая грудь, выпрямленная спина, она провоцирует плоскостопие. Если у вас есть правильное природное округление в грудном отделе, то малая вероятность плоскостопия. Так, ну что, я готов. Алексей? Да. В общем-то, я готов отвечать на вопросы ваши в первую очередь, и подождем, может быть, кто-то попробует. Я увидел, что, оказывается, есть чат. Да-да-да, хорошо, я буду зачитывать вопросы из чата. Ваша задача только отвечать на эти вопросы. Хорошо, хорошо. Итак, сейчас тогда я включаю отбивочку, чтобы между частью доклада и частью ответов на вопросы и реплики была какая-то разница у нас. Поэтому музыкальную пазу включать не буду, а так просто вот отбивку запускаю. Народное славянское радио Для пытливых умов Продолжение слушайте в следующей части. Продолжение следует...